В Волгоградской области в разгаре весенняя посевная кампания. Хотя в этом году земледельцы приступили к полевым работам на несколько недель позже обычного, в южных районах сев яровых культур уже завершается. Из Светлоярского района репортаж Людмила Кухаревой. В совхозе Ипрагима-Махамаева посевная кампания уже близится к завершению. Через пару дней, замечают селяне, намеченные работы будут выполнены. Этот год выдался не из легких. Ранней весной из-за резкого перепада температур погибло больше трети озимых. Теперь эти поля приходится пересевать. Мы делали обследование в феврале месяце, путем-то монолитов по агротехнике. Ну, положительная была картина. Ну, вероятно, всего сейчас пришли к выводу, что мартовские морозы делали свое дело. То есть был большой перепад температуры, днем оттаивало, ночью морозило. До 15 градусов был перепад и растение не выдержало, конечно. Погода повлияла и на сроки. Сев начался позже обычного, поэтому полевые работы проводятся ускоренными темпами. На полях работает арендованная у соседей техника. Производительность такой импортной сейлки в четыре раза больше отечественной. Одновременно с восстановлением пострадавших озимых ведется уничтожение сорняков и подкормка уцелевших растений. Эта подкормка позволит сохранившейся пшенице помощнее развиваться и даст возможность получить как можно больше урожая из того, что есть. Эта посевная кампания – одна из самых трудных для всех хозяйств Светлоярского района, признаются специалисты. Из-за потерь местным земледельцам пришлось снова высевать озимые на той же площади, что и Яровые. Это больше 15 тысяч гектаров. Но, тем не менее, за две недели, что идет сев, основной объем работ хлеборобы уже сделали. Мы провели сев и пошли в дружные всходы. И, в принципе, сев провели организованное хозяйство. Поэтому есть надежда на то, что когда начало есть хорошее начало, то, в общем-то, должен быть неплохой результат в конечном итоге. Но окончательные выводы делать рано осторожничают крестьяне. Каким будет урожай, покажет май и июнь. Если пройдут дожди, у растений хватит сил, чтобы выдержать жару и сформировать отменный колос. Людмила Кухарева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба» из Светлоярского района.